девочки красавицы мои хорошие почему говорю девочки потому что продолжение ролика ногтей да девочки мне пишут в основном мужчины я вас понимаю не мужское это дело хочу вас поблагодарить спасибо вам огромное еще раз убеждаю что здесь на площадке youtube как можно встретить отвратительных людей так и замечательный в каком плане не потому что вы меня все прямо все поддержали а действительно здесь можно найти поддержку можно девочки сто процентов сто процентов можно найти поддержку это во-первых во вторых как говорит моя дочка мама тебе уже пора научиться людей говорит уже как-то разделять не бывает говорит мало всех хороших людей ладно проехали и все-таки я еду как сани к своей мастеру с которой я дружила и обслуживалась много много лет я ей позвонила она говорит сейчас все порешаем тебя же говорит на тело на тело на тело на тело на меня знает как блогера говорит у тебя же дело в том что поломаются ногти на этой руке надо делать срочно они слабенькие они без геля там она девочку подвинула вот на три часа я мчусь к ней ну где-то 15 или 20 километров сейчас я посмотрю сколько она и засекла заправилась на спидометре 44 километра на я использовала и она мне сделает ногти ну ничего далеко так далеко раз в месяц можно себе позволить этажа почти в сторону березановки девочки кто из днепра вы должны знать на широкое за заправкой да нет я не говорю точные адреса она молодец она закончила курсы еще и бровиста хорошая такая ментально она мне подходит она вообще без лишних слов она коммуникабельна она комфортная вот там где волосы делают девочки классные мама с дочкой лиля и лена они вообще офигенные они они покормят они кофе тебе нальют ну я конечно девочки только пак то паску куплю когда я к ним приезжаю то огурчики то зелень все что у меня есть я угощаю потому что я понимаю что такое квартира в общем все я поехала спасибо вам огромное потому что я действительно думала что со мной что то не так я отстала от жизни и сейчас такие законы человек человеку враг и человек человеку никто вы со мной на одной волне в том плане что неправильно это все но согласна с комментатором что в следующий раз просто надо быть по внимательней висит табличка утопленная в землю возьми лопату по гирос какой и дочитается что ж там такое охранником так возьми скажи где 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 бесплатно спасибо девочки погнала я погнала девочки хочу вам показать заезжала я вчера к людмилке в ресторан на кофе и она меня угостила вот такой вот брускеттой с красной рыбой с авокадо с приправами с травами орегано базилик охлажденное сверху яйцо но прям какое-то очень слишком охлажденное хлеб выпекают сами прям на мой похоже правда такой мягкий пористый хороший вкусный теплый рыбка она малосольная честно говоря я очень много раз подсаливала и под и перчила но правильно это ресторан недосол на столе правильно пересол под столом единственное конечно мама ну как вкусно вкусно говорю очень вкусно но вы знаете мне не хватило вот сюда вот огурчика до свеженького чтобы какую-то свежесть потому что рыбка вкусная жирненькая или вот авокадо жирная хлеб чтобы или вот или апельсина или лимончик а вот огурчика и сока даже как-то не могу объяснить в общем какой-то свежести не хватает авокадо такими слайсами большими господи девочки честно я авокадо вообще ну я делаю только на день рождения там бускеты мну с орешками мажу да на стол подаю только гостям а так но это плохо что нету в рационе авокадо конечно вот это вчера я только вот это поела и все потому что было очень и очень неплохо ну я брускетту я ее не доела хлеб мне мне рыбка очень нравилось это авокадо мне понравилось в общем шеф-повар молодец хотя то как люди говорит простое обыкновенное блюдо ног оказывается в каждом ресторане есть своя фишка девочки и не знаю как его наколоть к этом вилка вывернутая как живо есть а знаете почему я так вот стоят повара и на меня смотрят они знают что я мама людина они потом возле машины мне говорят здравствуйте вас ресторане никто здравствуйте я говорю ребята спасибо было очень вкусно нам приятно вот я хочу вам показать девочки смотрите дал пошла в ресторан заказала себе с коктейлем такое блюдо не пойдет только на завтрак чаем до с коктейлем нет только на завтрак будет хорошее блюдо ладно много текстов просто девочки кто ходит ресторан вы конечно привыкли к таким людям я нет а я хочу поесть я картошку специально не соленую и издает на россию не съем на неважно мне очень захотелось сталинскую кирку обратите внимание девочки вы меня спрашиваете я покупала на базе продуктовой на байкальской прямо столько мне вопросов а мне же неудобно и разрекламировала кто-то напрямую и разрекламировал а девочки это таша спрашиваем где не можем купить представляете мне аж хочется знаете если увижу купить баночек 20 там напишу кто меня спрашивал инстаграме это поделюсь честно честно помидорчик кирка я приехала заехала в ресторан так вот мой маникюр оксанка сделала наконец-то я избавилась от красного новогоднего цвета проходила ровно месяц ну такой будет у меня теперь серебристый ой читаю комментарии девчонки но дочка позвонила мама только комментарии сейчас вам кое-что скажу скажу я хочу обратиться к своим родственникам многочисленным с которыми никогда не виделась мы не знаем друг друга но благодаря моему youtube каналу вы меня смотрите вы меня уже знаете виртуально побывали у меня в гостях это родственники из киева город ровно с долбоново квасилово ивано-францковск муж город это все называю родственником я по бабушкиной линии так вот сейчас я почему сюда пришла в эту комнату верочка моя плачет вера расстроенная очень сильно вы только что я господи ну прямо не знаю вы меня извините мои дорогие друзья но я сейчас должна это сказать и чтобы услышали все мои близкие люди родственники в общем на галины сергеевны сегодня они стала старшей старшей дочери вашей сестры и тети евгении даниловны то есть мои бабушки да у нее старший сын уже умер вот дочка и старшая девочек то что я говорила галина сергеевна ну девочки слава богу она умерла не сама ни одна на руках у невестки невестка с ней ночевала мы были мы с вами потом уехали внучка приезжала с ее уже правнуками она с ними жила последние годы в общем царство небесное моей галиной галине сергеевне это моя тетя родная родная сестра моей мамы завтра у нас прощание два часа дня в общем мы буду поддерживать веру это все к тому девочки что до видео начинается вот так это жизнь да так как и у меня блоговый канал я тут скрывать нечего все мы с этим живем все мы все нас бывает семье все происходит вы знаете я как-то немножко успокоилась из таких я все-таки здравые в здравом уме понимаю что человек очень мучился человек очень был в общем не сладко было гуманность это придумывают чтоб человеку так сам ушел просилась она да чтоб хоть что-то видали а без пола не помогали ничего не помогало морфий она спала то ли кололи там поле никого не знаете как говорили что кололи в таком возрасте такой стресс приносить боже но как же скоротечно наша жизнь до дичата скоротечно и недаром вот это меня нахлынула я воспоминания вот эти сидела школьные годы вам озвучивала да во первые борщи как молодым и были кто занимается психология наверное понимаете как это все характеризует характеризует личность человека и когда человек уязвим в таком вот состоянии он попадает в разные вот такие вот ситуации не очень приятные надо аккуратно ездить за рулем надо общение очень такое обходить когда не нравится к сожалению я вот только сейчас на склоне своих лет я поняла что если неприятное общение то необходимо его до минимума или нейтрализовать вообще или свести до минимума там серьезно говорили если думала что люди меняются что люди с оксана была такая теплая встреча она говорит на наташа ты когда мне позвонила я сразу стала вспоминать не было сколько не было 46 лет когда я не была у неё первый раз 45 когда я увидела вас первый раз я смотрю видео а ну прекращай говорю а то я тебя надоем ты постоянно смотришь мы зачем она совершенна реки да не надоедает не надоедает и говорит или во дворе заметаю у нее частный сектор на кухне что-то делает дети сын говорит в институте малый онлайн учится я смотрю тебя общаюсь с тобой сын скоро 18 переживает девочки семей за все переживаю переживает боже наташа это крепы закончилась то война потому что летом сыну 18 они хоть и говорят что не будут брать этих малолеток но вдруг не дай бог что боже не дай бог где это жди ну вас 17 лет мне кажется да мы раньше наших мальчиков в армию провожали в это же армия но и ждали кто верно кто неверно да сколько судеб разбитых с этими армиями но это другая тема почему я записываю видео потому что я не знаю увидимся на ли с вами завтра не увидимся мама сейчас абстракция на меня постоянно все расспрашивает по сто раз переспрашивает ты как ты котов кормила ты котов кормила а коты голодные а коты голодные ну чуть-чуть на нервной почве я говорю завтра будет часу готова поедем она откуда это как мы узнали девочки она не шьет ничего не делает переживает переживает ничего я сейчас не поговорю скажу что мама но вот такой вариант а лучше было бы чтобы она сейчас так вот мучила сжала как овощи это же не лучше в общем и дорогие дорогие я вам сказала здесь мои родственники меня услышали дядя витя город кейв да тетя по моему не на тетя лена девочки таня то таня танечка девочки вас так много я вот никого не видела в детстве глубоком мы очень рада что вы есть очень рада что вы все живы все здоровы и даже есть у меня сестра получается да троюродная тоже зовут людмила она как и даже написала мне живем в одной стране нашей украине надеюсь вам приятно и вам надеюсь за меня не стыдно чтобы я не делала правда все мои дорогие мои дорогие зрители всем огромное спасибо правда за поддержку всех вам благ да вот так вот начинаются видео заканчиваются потому что потому что я знаю что вы сопереживаете вместе со мной потому что вы ко мне уже привыкли и вы считаете что я ваша семья мне об этом многие пишут так что цените друг друга обнимайте своих сестер братьев кто в ссоре помиритесь девочки помиритесь помиритесь как моя мама земля всех сравняет все мы там будем на равных всего доброго пока друзья до новых встреч и